Русал – официальный поставщик 29-й Всемирной Зимней Универсиады в категории «Наградные комплекты». Компания изготовит 1400 медалей и 1400 значков в рамках соглашения. Впервые медали международного уровня будут выполнены из алюминия с нанесением драгоценных металлов в комбинации с ювелирными вставками. Процесс изготовления медалей Универсиады – это высокотехнологичное и многоэтапное производство, которое потребует около тонны алюминиевого сплава. При разработке технологии специалисты Русала учитывали целый ряд факторов. Ограниченный тираж производства, особенности сибирского климата Красноярска, особенности работы с хрупкой ювелирной вставкой, прочность конструкции, максимальную защиту изделий от повреждений. Алюминий для сплава, из которого выполнены медали, производят на Красноярском алюминиевом заводе по новейшей технологии инертного анода. При таком производстве металла выделяется кислород, что значительно снижает экологическую нагрузку. Изготовление одной медали занимает около четырех рабочих дней. Только на первичную обработку металла уходит не менее 12 часов. Далее изделие проходит этапы подготовки поверхности, гальваники, катафореза и проверки качества. Крепеж медали выдерживает перепады температур от минус 60 до плюс 70 градусов. А специально разработанная геометрия огранки позволяет защитить медали от сколов и сохранить блеск грани. На все изделия наносится золото, серебро и бронза. На золочение медалей уйдет не менее 420 грамм чистого золота 999-й пробы. В производстве задействованы предприятия из множества городов. Красноярска, Москвы, Обнинска, Дубны, Коврово, Костромы и Ваттонса. Специалисты «Русалы» использовали опыт зимней Олимпиады в Сочи, а также лучшие технические решения и компетенции. Это позволило создать медали высочайшего класса, которые по достоинству оценили дирекция универсиады и ФИСУ. Завоеванные награды отправятся в разные уголки мира, на родину победителей. Воспоминания о Красноярске и ярких победах на универсиаде навсегда останутся в их сердцах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова